Приветствую вас! Вы знаете, Ирина, для начала хочется, наверное, отметить, что вы не задаёте свой вопрос. То есть непонятно, чего вы хотите от нас, от психологов. Вы говорите о том, что переживаете, вы спрашиваете, что делать, вы просите совет, но в этом есть какая-то неопределённость, что ли. В этом есть какая-то жертвенность, что ли. Понимаете? И я думаю, что начинать, нам нужно именно с этого. То есть нам нужно начинать с того, чтобы определить, что вы хотите для себя. И только после этого можно будет уже вам, к примеру, что-то рекомендовать. А так, то, что мы делаем сейчас, то, что мы можем делать сейчас, ну, больше будет походить на какое-то, знаете, какие-то годаны. вот. То есть я не думаю, что это хорошая для вас идея. Не думаю, что это то, что вам нужно. Да, всё. Значит, теперь я думаю, что рассмотрим ваш вопрос более подробно. Вы пишите, мне 23 года, я работаю по вахтам, а месяц назад переехала на новое место работы и на второй день познакомилась с мужчиной. Он тоже недавно приехал, и мы стали вместе с ним работать, стали общаться. Ну вот здесь, давайте немножко, ну, немного подробно, да, здесь. Вы говорите, что вы стали общаться, вот. По поводу чего вы стали общаться? Что вас связывало, что вас объединяло или объединило сейчас с мужчиной? Это очень важный момент, потому что от него, по факту, зависит от того, как вы устраиваете свои отношения. Вот. На данный момент. То есть вы почему-то с мужчиной сблизились, вы с ним как-то сошлись, но непонятно, что вас объединяет. Дальше. Дальше. Значит, потом как-то закрутилось, и мы начали встречаться. Ну вот здесь тоже, что значит, как-то закрутилось. То есть это, знаете, не ответ, да, это не выражение ваших мыслей. Как-то закрутилось. Значит, если закрутилось, значит, что-то произошло. Значит, вы согласились это закрутить, значит, вы сделали, допустим, какие-то шаги, что мужчина начал проявлять себя по отношению к вам. Вот. То есть это имело развитие какое-то. Вот. И мне кажется, что нужно разобраться именно с этим. Вперва. То есть, что вас объединяло. Опять же. Дальше идем. Так, все было хорошо, он сказал, что с женой полгода на сетро остался. Смотрите, ну, опять же, не совсем как-бы понятно. То есть, он расстался с женой, со своей, в смысле развелся, или он расстался со своей женой, в смысле он там, к примеру, с ней больше не живет. Допустим. Вот. То есть, мне кажется, что это, как-то вот нужно поисследовать, что же. Вот. Нужно понять, что произошло. Да? Вот. Потому что, так вот, ну, то, что вы описываете, это немного странно. Дальше. Значит. Так. Мы ездили, пишите вы, в город гулять, все было замечательно, я хоть на секунду почувствовал себя счастливым. А, ну, смотрите. А, какая здесь ассора. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вы себя до этого, да, как-то вот счастливой почему-то не чувствовали. И, надо было добраться, почему вы до этого себя не чувствовали счастливой. Почему не было у вас такого ощущения счастья. Как бы. Вот. Вот. С чем это связано? Что у вас нет ощущения счастья. Вот. Почему вы с мужчиной только почувствовали себя, а, значит, счастливой. И все. Вот. То есть, мне кажется, что здесь нужно исследовать. Опять же. Нужно исследовать и нужно осмотреть. Потому что, если вы, к примеру, человека, сами того не желая используете, да, то есть, ну, не специально, вы не хотите этого делать. Вот. Но, сами того не желая, вы, а, человека используете, то это первое проявление проблемы у вас в отношениях. То есть, это именно первое, первые звоночки приводят в ваших отношениях. Дальше. А, так. А, значит, то есть, тут нужно определить, что мне желает вам быть счастливой. А, потом мне стали говорить, что он женат и т.д. отговаривать и т.д. отговаривать меня. Я не знаю, кому верить. А, так. А, так. Потом мне стали, мне стали говорить, что он женат и т.д. отговаривать меня. Во-первых, кто, кто стал говорить вам об этом? Ирина. Кто? Кто стал вам об этом говорить и почему вы к этому, к этому прислушивались? Ну, то есть, почему вы прислушивались к тому, что вот вам говорят? По какой причине? Ну, говорят, ну и что? Ну, говорят, ну и пусть. В чем проблема? Вот. То есть, мне кажется, что тут вот у вас есть какая-то неуверенность что-ли в себе, есть какие-то страхи, что вы стали сомневаться в себе и т.д. Кроме того, вы, судя по тому, что пишете, да, вы знали, вы знали о том, что мужчина, да, он как бы, ну, что он расстался с женой, вы знали, что у него есть жена и что он, ну, что он не свободен. Условно говоря. Вы это знали. Но почему-то, когда вам стали об этом говорить, вы вдруг начали сомневаться. Есть такое ощущение, что вам хотелось иллюзии. Такое ощущение, что вам хотелось иллюзии. Такое ощущение, что вам хорошо было, хорошо было до тех пор, пока вы находились в иллюзии. Вот. До тех пор вам было хорошо, пока вы находились в иллюзии. Как только вы столкнулись с реальным миром, сразу вам стало хуже, сразу вы начали бояться сомневаться. Вот. Иллюзия говорит, ну, склонность к иллюзии говорит об идеализации, а склонность к идеализации, в свою очередь, говорит о проектировании желания. На внешний мир, в том числе своего партнера, может быть, да, на мужчину, например, и так далее. То есть это очень такой вот важный момент, что вы как бы прислушиваетесь, да, ко мнению людей, ко мнению других людей. В том, что касается ваших отношений с мужчиной, вот, почему-то. И почему, это очень важный момент, почему вы прислушиваете, да, то есть какие чувства вас это вызывает. Может быть, страхи, может быть, что-то ещё, вот. Так, это то, с чем нужно поработать. Дальше, я не знаю, кому он верит. Верить, на самом деле, нужно себе верить. То есть нельзя верить, ну, кому-то другому, да, нельзя верить. Можно верить только себе, можно верить только своим чувствам, можно верить только тому, что вы хотите, тому, что нужно вам. Знаете, он, здесь, здесь, ситуация возникает такая, что вы испытываете проблему с доверием по той простой причине, что слишком полагаетесь на людей, то есть вы слишком сильно полагаетесь на, вот, ну, на других. Нужно меньше, вы полагаетесь на личном силе, вот. И из-за этого, и возникают, возникают, собственно, трудности у вас, именно из-за этого, именно по этой причине, вот. Проблема с доверием. Проблема с доверием у вас возникает, именно потому, что вы чересчур сильно, чересчур сильно полагаетесь на других людей, хотя, хотя нужно полагаться на себя, вот. А на себя вы не полагаетесь, почему-то. Либо боитесь, либо что-то еще, вот. Ну, наверное, вы не доверяете сами себе. Отсюда, соответственно, недоверие и к другим, потому что, как вот, ну, как человек не принимает себя сам, так ему сложно принять и других. Вот. Вот, с вами, по-видимому, такая же приключилась история. Вот. Вот. Ну, ничего страшного, с этим можно работать, это можно подкорректировать, можно научиться себе доверять, можно научиться прислушиваться к себе, вот. И так далее. То есть, именно с этим проблем, как таковых, нет. То есть, это все, как бы, не критично. Вот. Это поправимо. В смысле, это поправимо. Но, как бы, отсюда проблемы ваши. То есть, проблемы, они не из-за, не из-за того, как мужчина себя ведет, да. Не из-за его, там, действий каких-то. Не из-за того, что кто-то другой вам говорит. Проблема именно в том, что вы себе не доверяете. Далее. На последние дня три он изменился, внимание вообще не уделяет. Мы мало видим, все говорит, дело не во мне, просто надоело. Все, работа надоела. Домой охота. Ну, скорее всего, ему говорят тоже. Я так думал. Что-то. Вот. Скорее всего, ему тоже что-то говорят, да. Вот. И, скорее всего, то, что ему говорят, оно тоже достаточно болезненно для него. Плюс еще вы, наверное, как-то свое поведение изменили под, ну, под действием, под влиянием того, что происходит сейчас. Вот. Вот. Это вот такие моменты. Это вот такие аспекты. Да. То есть, опять же. Важный момент, да. Каково ваше поведение в этой операции. Какова ваша позиция в этой ситуации. Как вы себя вели, почему мужчина внезапно перестал уделять внимание, как вы на это отреагировали. Дальше. Так. У него то нормальное настроение, то плохое. А вам то что? У него то нормальное, то плохое. Как это на вас влияет? Опять же. В чем? Я не знаю, что делать, что делать, чтобы что, Ирина. Я чувствую, что я уже стал навязываться, может, надо игнорировать его или не знаю, что делать. Ну, отдалиться от него, ну, не точно. А то, что вы стали навязываться, это опять же говорит о вашей собственной удовлетворенности в чем-то. О ваших страхах. Я вроде все для него стараюсь, а ему вроде как уже плевать. А для чего вы стараетесь, Ирина? То есть, не нужно стараться, как раз. Это же отношения, это же не, ну, не рабство. Вот. То есть, если это отношения, то стараться как бы не нужно. Именно стараться. Вы, нужно вести себя естественно. Знаете, какая история? Вот. А вы себя, ну, не сказать, что поведете естественно, да? Потому что вы именно стараетесь для него, как вы говорите. Вы стараетесь, я стараюсь для него. Что ты делаешь, что стараться не надо. Стараться. Именно стараться не надо. Вот. Старание. 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 Здесь, как бы, ни к чему не приведутся. Старание. Это, отдалить человека. Еще больше. Хорошо. А вы будете, будете чувствовать себя разочарованы. Вы будете чувствовать себя, ну, как-то. Постоянно обиженный, да? И так далее. То есть, это вот, получается, такой замкнутый круг. Но и стараетесь вы, справедливости ради нам сказать, не для мужчины, а для себя. Вы делаете то, что делаете, именно для себя. Вы не делаете, вы не делаете это для него. Это для себя. Все эти действия это для себя. К сожалению. А вот. Понимаете? Кайфал. Потому что вам, вам это нужно. Потому что вы в этом нуждаетесь. В чем именно вы нуждаетесь. Нужно разбираться. Так? Нужно смотреть, в чем именно вы нуждаетесь. И почему. Вот. А вот, в принципе, такая история. Вот, в принципе, тут так. Дальше. Идем. Так. Посоветуйте. Пожалуйста. Очень переживаю. А что посоветовать? Посоветовать, чтобы что? Гармонизировать отношения. Например. Ну да, пусть. Гармонизировать отношения. Хорошо. Это одно. Это одно. Если. Если. Гармонизировать отношения. Если. К примеру. Разобраться в себе. А почему вы. Хоть почувствовали себя счастливы. А до этого счастливы вы себя не чувствовали. с 22 года. И. Насколько вы вообще. Значит. Реализуетесь. И почему на. Месте работы. Вы знакомитесь с мужчинами. Почему вы. В 23 года. Не используете работу. Для. Собственного развития. Для. Для. Карьеры. Для достижения. И так далее. Другого. То есть. В зависимости. От. Цели. В зависимости. От. Того. Что вы хотите. В зависимости. От. Этого. И. Можно. Будет. Вам. Помочь. В зависимости. От. Этого. Можно. Будет. Вам. Подобрать. Рекомендации. Только так. На самом деле. Никак. Не иначе. Никак. Ни по другому. Другому. Не получится. Вот. На этом. Все. Надеюсь. Помог. Вам. Нет. Остались. Вопросы. Дополнительные. Пишите. В личку. Буду. Вопросы. Помочь. Если. Вам понравился. Буду. Благодарен. Если. Сделать. Его. Лучшим. Я желаю. Вам. Всего. Самого. Доброго. И. Удачи. Попробуй. Удачи. Продолжение следует...